Всем привет! Настало время годного контента на ютубе, а впрочем, ничего нового. Сегодня я бы хотела рассказать вам о том, как увеличить свои глаза. Есть несколько способов, как при помощи макияжа можно сделать ваши глаза гораздо больше. Но прежде чем мы начнем, обязательно подписывайся на мой канал, тык, включай себе уведомления о публикациях, чтобы в дальнейшем ничего не пропустить, а мы начинаем. Ах да, меня, кстати, Лиса зовут. В общем, для того, чтобы сделать макияж глаз, нужно начать свой макияж с лица, а именно с контуринга носа. Потому что есть один маленький достаточно парадокс. Чем уже у вас вот эта вот часть, чем меньше ваш нос, тем больше кажутся ваши глаза. На самом деле здесь есть очень маленький такой момент, если мы с вами будем делать контуринг, то, конечно же, наличие тонального средства на лице, оно достаточно сильно необходимо. Потому что ваше контурирующее средство просто-напросто будет гораздо лучше и проще растушевываться. После того, как я нанесла тональное средство, я проверяю, чтобы оно впиталось, и после этого приступаю к контурингу носа. Я беру свою контурирующую палетку, беру средний вот такой вот, средний, знаете, рожаные, средний сиротые цвет, и очень обильно сейчас буду наносить контуринг вот на эту часть моего носа. Возможно, в какой-то момент сейчас вам покажется, что контуринга слишком много, и это нормально, потому что основная магия будет дальше. Кстати, чтобы сделать нос уже, когда делаете контуринг носа, делайте не просто прямые вот такие вот линии, а делайте их, как будто вы рисуете треугольник, который направлен вниз. Тогда ваш нос будет казаться визуально уже. Пока с носом немножечко стопорнемся, остановимся, снова беру средство для контуринга и наношу его вот сюда вот. Нам нужно сделать углубление, так сказать, в висках, потому что это позволит создать визуальную иллюзию, что здесь у нас идет впадина, а здесь выпуклость, и за счет этого глаза в конечном итоге будут выглядеть больше. Беру светлое средство для контуринга и наношу его на спинку носа. Фишка в том, чтобы наносить этого средства очень малой и очень тоненькой линии, которая по возможности желательно тоже сходит на нет к нашим ноздрям. То есть здесь мы делаем немножко шире и дальше прямо узко-узко. Беру бьюти-блендер. Он у меня смочен предварительно водичкой. И теперь я беру так называемую банановую пудру. И этой банановой пудрой я делаю бейкинг. Я наношу его прямо вот сюда вот, на весь мой нос. Вот так вот, чтобы получилась полоска. Ровно то же самое дело с другой стороны. Чуть-чуть его заужаю к ноздрям. И также делаю бейкинг вот сюда вот, по скуловой кости, чуть-чуть повыше. У меня эта банановая пудра от Essence. Она очень бюджетная, но при этом она просто супер-классная. Вот так вот она выглядит. Чтобы сделать глазище больше, нужно увеличить расстояние ваших бровей и ваших глаз. То есть чем больше, чем шире вот эта вот зона, тем, соответственно, больше можно сделать глаза, что является очень важным моментом. Я совсем немного подкорректирую кончик и вот эти вот проплешины, которые у меня имеются в бровях. Также, кстати, еще один небольшой маленький совет. Когда вы делаете брови, когда вы их рисуете, старайтесь их рисовать как можно длиннее. То есть чем вот эта зона у вас будет длиннее, переходя к переносице, тем больше можно будет сделать в итоге глаз. Кстати говоря, вы очень часто спрашиваете меня про мою одежду и про мои аксессуары. Как вы уже знаете, я, если честно, совсем не люблю тратить много денег на одежду. И большая часть моего гардероба это покупки с Алиэкспресс. Если честно, то это очень даже смешно, потому что до того, как я сама первый раз воспользовалась услугами Алиэкспресс, я очень скептически к нему относилась. Но все, конечно же, поменялось после того, как я получила мой самый первый заказ. Потому что просто-напросто там можно найти действительно очень качественные, интересные и креативные вещи. Ну и, конечно же, можно найти классные вещи по очень-очень низкой цене. Ну и еще такой момент. Иногда у меня бывает, что я просто так захожу на Алиэкспресс, вы знаете, сижу, залипаю. И я могу просто часами находиться там, смотреть разные интересные вещи, которые бы мне нравились. Добавлять их к себе в корзину или лайкать их, чтобы они попали в мои фавориты. И потом, когда я бы нацелилась на покупку, я ее обязательно совершила, ничего при этом не забыв. Вот, например, очень прикольная футболка Sailor Moon. Она мне так нравится. Я обязательно сейчас поставлю Лойс. И, конечно же, чуть-чуть потом, позже сделаю покупку. И тут много таких футболок. Посмотрите, какие они все классные. Блин, и цена реально очень, кстати, приятная. Просто офигенно. Кстати говоря, с 27 мая по 31 мая на Алиэкспресс проходит просто потрясающая распродажа. И если вы введете промокод, который вы видите прямо вот сейчас вот здесь вот. И, кстати говоря, этот код также будет на всякий случай написан в описании. И вы получаете 5 долларов в качестве купона в себе. И их можно будет потом потратить на ваши покупки от определенной суммы. Капец, конечно, сижу просто листая эти футболки и не могу, не могу вообще остановиться. Я, интересно, одна такая или вы тоже любите залипать, смотреть все это? После того, как я увеличила мои брови и уменьшила вот межбровное расстояние, я приступаю к нанесению теней. В самом начале я беру самые светлые тени. В данном случае у меня они вот такие вот. И наносим на все верхнее подвижнее веко. Наносим, выходя за границы вот этой вот зоны, то есть внутреннюю уголочку. Немножко вот заводим вот сюда к носу. И просто прям покрываем весь глаз. Не обрываем вот здесь вот растушевку теней, где заканчивается ресничный край, а уходим чуть-чуть подальше в светлый оттенок. Я беру легкие полупрозрачные тени и наношу их на нижнее веко, прям вот сюда, вот на мешочек. Очень важный момент, который нужно знать, если вы действительно хотите увеличить свои глаза или если вообще не хотите запариваться, но хотите, чтобы глаза все равно казались больше, это отбеливающие капли. Дело в том, что когда ты просто находишься в обычном состоянии, особенно если у тебя глаза склонны к покраснению, это всегда уменьшает размер твоего глаза. То есть визуально он кажется меньше за счет того, что он с какими-то покраснениями и какой-то такой болезненный. У меня это моя перманентная проблема, поэтому конкретно в моем случае, в случае подобных проблем, мне достаточно просто иногда пользоваться обычными отбеливающими каплями. Да, кстати, среди японских капель, если откуда-то заказывать, можно найти просто какой-то невероятный простор, раствор, как угодно подобного рода капель. Достаточно буквально всего одной капли, но тут нужно понимать то, что да, такие капли дают эффект, да, глаза кажутся чище, глаза кажутся больше и все такое прочее, и т.д. и т.п. Но такими каплями ни в коем случае нельзя увлекаться, потому что все равно это так или иначе не самая полезная история. И прибегать к такому методу, ну, чаще, чем раз в неделю, я бы вот совсем не советовала больше. Расскажу вам про ресницы. Дело в том, что чем больше ресницы, особенно чем больше нижней ресницы, тем больше кажется глаз. Но что делать людям, у которых свои ресницы слабые, и на них, в принципе, даже большое количество туши лежит плохо, а накладными ресницами пользоваться по какой-то той или иной причине не хочется. Праймер под ресницы. Я наношу этот праймер на нижние и на верхние ресницы. Ну, возьму от Maybelline, потому что он более, так сказать, доступен и проще приобретения, и вы сейчас увидите. Но так как это все-таки праймер, то вы на этот праймер будете потом наслаивать еще и вашу обычную тушь. И ресницы вырастут в два раза. Я специально с ним буду красить этот глаз, накрашу только этот праймером, а потом тушью, и вы все сами увидите. Накрасила ресницы праймером. Он подсох, это очень важный момент, чтобы он 100% высох. И использую тушь. Собственно, я думаю, вы даже сейчас видите разницу здесь и здесь. Этот глаз уже в любом случае кажется гораздо больше, чем этот, а мы только начинаем, по сути. Предлагаю бейкинг смахнуть, потому что, в принципе, уже все, что он мог сделать, он уже сейчас сделает. Следующий элемент, который, безусловно, очень круто увеличит ваши глаза, это уже темные тени. Беру средние тени, как будто я сейчас буду дорисовывать тень под моими ресницами, при этом стараясь сделать глаз более круглой формы. И чуть-чуть растушевываю кончик вот таким вот образом. Дальше опять возвращаемся к нейтральным цветам теней. Я воспользуюсь вот этим вот оттенком и буду наносить его вот в эту вот зону, то есть практически уже на границу моего внешнего века. Я беру вот такой вот оранжеватый и растушевываю выше, чем моя естественная складка. То есть моя естественная складка, она вот здесь, то я буду наносить тень вот сюда, вот прямо над ней, чтобы у нас был такой эффект, а-ля у нас века, гораздо выше, чем есть на самом деле. И за счет того, что у бровей вот это вот расстояние достаточно высокое получилось, межбровное, то и получается достаточно неплохо. Кстати, еще такой маленький момент, глаза можно увеличить не только по вертикали, как это вот сейчас вам сделала я, их можно также увеличивать по горизонтали. Кстати, некоторым такой вариант нравится, я более подробный макияж, как это сделать, оставлю у себя в инстаграме, поэтому обязательно подписывайтесь на мой инстаграм. Если вы еще не подписаны, я там обязательно в ближайшее время выложу туториал именно про широкое удлинение глаза, а не про увеличивание его. Самое первое, что хочется сказать тем, кто реально хочет сильно увеличить свои глаза, приобретайте увеличивающие линзы. С особыми корейскими линзами, которые служат для увеличения глаз, глаза кажутся, естественно, еще больше. И теперь самый последний момент, который я буду делать, чтобы глаза еще сильнее увеличить, то есть теперь уже не только в ширину, но также и в горизонталь, это буду рисовать стрелку. Сначала я рисую стрелку, направленную вниз, то есть немного-немного опуская как бы линию разреза моих глаз, самую малость, вот такой вот линии. Из вот этой вот линии я начинаю строить стрелку, алиоп, что называется. Прям основательно так выделяю зону внутреннего уголка глаза, чтобы аж сияло, чтобы аж сияло, так сияло. Снова возвращаюсь к подводчике, к лайнеру и прорисовываю теперь еще и внутренний уголок глаз подводкой. Кстати говоря, я очень давно не делала всевозможных уроков по макияжу, не рассказывала вам чего-то полезного, поэтому напишите, пожалуйста, в комментариях о том, что бы вы хотели видеть в моих следующих видео. Какие темы вообще вам интересны, что бы вы хотели от меня, например, узнать. Что ж, такой макияж у меня получился. Я надеюсь, что это видео вам понравилось. Обязательно ставьте лайки, лойсы, классики, пальцы вверх, как угодно. Подписывайтесь на мой канал, включайте в себя вновления в публикациях, чтобы в дальнейшем ничего не пропустить. И всем спасибо за просмотр и всем пока. Всех люблю и всех целую. До новых встреч. До новых встреч.